здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень паразависимый человек не эксперт не коллекционер привет моим двум флаконом аромиса друзья в прошлом видео снимала новые парфюмы там про аромис было ссылочку прикреплю вот друзья и я очень люблю общаться с вами о парфюмерии и не только если вы впервые попали на канал содержитесь оставайтесь располагайтесь чувствуете себя комфортно удобно приходите в комментарии мы вам всем рады здесь очень теплые и очень дружеское общение людей которые на одной волне отдельное спасибо хочу сказать всем тем кто смотрит меня кто ставит лайки кто поддерживает меня комментариями и совсем отдельное спасибо моя бесконечная благодарность всем тем кто поддерживает меня в спасении бездомных животных для меня не парфюмерия самая важная часть моей такой непрофессиональной жизни а животные друзья вот так вот и без вас никак без вас я не справлюсь ни за что подопечных очень много у нас получается много что сделать для животных я всегда отчитываюсь в одной там некой сети и в комьюнити на ю тубе поэтому друзья отчетность всегда есть большое спасибо низкий поклон всем вам сегодня мы говорим о цитрусовых парфюмах при этом я тут как-то обмолвил что я этим летом не особо по цитрусом это правда это правда с утра раньше рука тянулась к цитрусам хотелось от этой цитрусовой прохлады какой-то свежести этим летом все не так этим летом хочется громких цветов медовых парфюмов древесных конечно же уды-уды-уды шипры друзья ну то есть вот такое вот и я конечно сниму видео о своих самых любимых парфюмов парфюмах этого лета но решила начать с цитрусов и мне казалось что боже мой я покажу внутри ну четыре ну пять флаконов от силы по быстренькому сниму а потом уже начну готовиться к остальному глобальном стала собирать любимые цитрусы и тут выяснилось что их много при этом здесь нет противоречия на самом деле с утра я цитрусами не поливаюсь а вот вечером когда еще вот это вот висит марева когда на мне что-то тяжелое специевое цветочное уже так отходит но еще слышно хочется какой-то свежести хочется облегченного дыхания вот это вот марева висит и хочется от него как-то делаться вот тогда вход идут цитрусы как ни странно видите тут собаки кошки чем у нас постоянно сопутствующие звуки но животные это прекрасно вот поэтому набралось парфюмов много не все я буду вам советовать да и в принципе советовать что-то очень сложно потому что у нас у всех вкусы разные но я просто покажу то чем я пользуюсь это что мне нравится вот скажем так первый парфюм я ни в коем случае не буду вам советовать купить зашел не достался бесплатно но я им пользуюсь поэтому все пьют воду все решили попить воду я им пользуюсь поэтому должна показать это пьер реку цитрус верде я на сайте пьер реку купила себе маску два крема и внезапно бесплатно в качестве подарка получила вот этот вот флакон самый простенький и я посмотрела на сайте он у них стоит что-то там три с половиной тысячи друзья ни в коем случае не покупайте он не стоит 100 рублей но у школе бесплатно мне вот это далее и я этим самое смешное что я этим пользуюсь я не могу не сказать и так лимон лайм бергамот перечная мята бобы тонко вот ровно что написано ровно то и слышно другое дело что слышно это все ровно 7 минут а может быть и 6 меня это нисколько не смущает абсолютно если вы на ткань нанесете на майку например на футболку это будет слышно где-то минут 15 ну и что ну вот и прекрасно у меня тут недавно был экспириенс со слоном кинзо я обычно слона нашу зимой а тут я все-таки решил его поносить летом в жару отдельно потом буду рассказывать и когда уже слон на мне звучал 13 час я поняла что надо с этим что-то делать мне мне понадобилось что-то там свеженькое и я подумала что вот это свеженькое должно быть самое самое элементарное я просто полилась нещадно вот этим вот цитрус свердэ на майку в том числе и на какое-то время вот эта свежесть вот это эти холодненькие такие ноты перечная мята опять же прекрасно прекрасно но покупать а вот следующий друзья наверное скажу да если увидите где-то в продаже если это ваш профиль посмотрите это альварес гомес аквак де колонии концентра до концентра до 150 миллилитров когда-то я покупала на мейкапе или на на тина в общем либо там либо там и когда я побежала на сайт этой марки купить что-нибудь еще ведро а то и два ведра я поняла что не одна я такая умная что все такие умные все хотят но друзья если вы знаете где это можно купить если вы согласны сидеть в засаде и выжидать удача удача вам встретиться удача будет на вашей стороне что здесь для мужчин и женщин цитрусовые фужерные абсолютно точно лимон розмарин бергамот лаванда и чабрец за счет лаванды за счет чабреца такая горькая холодная цитрусовая история уже и нос у меня в этом во всем так это хорошо стойкость небольшая стойкость на мне что-то полчаса минут сорок может быть но от этого парфюм одеколон не становится хуже ровно то что нужно потом потом с вас это будет не слышно шлейфу никакого не будет но на коже будет тонкий-тонкий чуть горький чуть-чуть такой подслащенный цитрусовый флер только с кожи вот если вы прямо нос в кожу уткнуть отсутствие стойкости в каком-то в каких-то ситуациях не фатально а даже наоборот приветствуется ну правда вечерами иногда мне хочется освежиться и иногда парфюмы исчезают с меня прям перед тем как мне уснуть или вот я уснула и они такие а она уже спит все мы уходим хорошо неплохо неплохо следующим номером нашей программы идут два моих абсолютных любимчиков это 4711 это ветераны моих видео это блуд оранж и базилик красный апельсин базилик и это классический 4711 давайте с блуд оранж начнем у меня второй флакончик вот такой вот и я недавно как-то заслонялась по квартире было очень жарко и мне нужен нужен был глоток чего-то свежего чего-то не сладкого попила водички облилась вот этим я вспомнила что у меня есть вот это вот мое верное средство когда я облилась а это было больше восьми пшиков скажем так что для банды многопшичников и секты многопшичников немного немного всем привет вам да привет вдруг мне стало страшно я подумала что такими темпами у меня и второй флакон закончится и что делать я пошла на сайт рандеву я проверила там есть я себе в избранное отметила друзья у меня промо коды промо коды в инфобоксе и скидка 10 процентов к скидкам которые уже есть на сайте я поняла что как только я увижу что вот ну допустим там серединка будет а здесь мало маленький объем сколько здесь объем 50 ну в общем когда будет 25 до я пойду и куплю потому что ну вот я не дублю обычно парфюмы то что я понимаю что они долго расходуются и нет а вот эта водичка она уходит быстро она уходит быстро она прекрасная стойкость минимальная я первый флакон фактически весь извела в таиланде потому что я перед завтраком вот этим вот всем поливалась до после завтрака уже можно было выбирать другой парфюм но то удовольствие которое мне дарит этот базе базе вы дарите мне удовольствие вместе с апельсином и ничем не сравнимая 4711 классическая версия я передаю привет всем всем кто пользуется воспроизводит тот метод который я показываю иногда на канале сейчас я этот метод продемонстрирую и мы об этом поговорим берете флакон рука 1 2 3 4 5 6 7 8 ну например 8 вы растираете 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 и делаете так я не автор метода этот метод всегда указан на картонной коробочке в которой идут эти одеколоны там написано что чтобы расслабиться чтобы насладиться миром не дословно я не помню дословно вы должны налить на руку растереть вдохнуть выдохнуть и тогда вы расслабитесь на самом деле парфюм на секундочку 1792 года лимон бергамот апельсин лаванда розмарин нероли и петит грейн друзья я честно скажу я вот этим парфюмом не поливаюсь я поливаю руки я дышу и я понимаю что когда-то давно этот способ нанесения был придуман не случайно и об этом методе бы сейчас не говорили об этом парфюме бы никто не вспоминал мало ли что было сделано когда-то там в 1700 чего-то но вот чем дальше тем актуальнее этот парфюм знаете почему потому что мы все имеем право на хотя бы несколько минут для себя чтобы отключиться от мира который очень жесток чтобы отключиться от информационного потока который нам несомненно нужен мы должны быть в курсе мы должны узнавать правду но иногда для нашего ментального здоровья мы должны иметь хотя бы две минуты чтобы в наш мир ничего не врывалась никакие сообщения вот эти две минуты хотя бы хотя бы минимум они наши когда есть только мы наши мысли какие-то нас нашей жизни не привязаны к новостям как бы нам не хотелось проверить что там сейчас происходит потом мы посмотрим но вот эти ценные минуты мы их не должны вычеркивать из нашей жизни мы имеем право найти эмоции на эту тишину на эту информационную тишину в том числе поэтому вот этот парфюм я очень ценю и очень им дорожу и очень дорожу вот этими ощущениями этим дыханием облегченным после того как я вот это вот все делаю вот следующий следующий парфюм это мой куреш это моя старинная любовь у меня про этот парфюм есть целое видео друзья это мой первый студенческий один из первых студенческих парфюмов и я сейчас скажу что а это вообще-то ни разу не цитрусовый парфюм чтобы не было упреков и при этом я его воспринимаю как абсолютно цитрусовый сделанном семидесятом году боже мой кориандр артемизии альдегиды бергамот персик ирис жасмин роза дыня дубовый мох касториум виржинский кедр пачули сандал и амбра это вообще шипр и не цитрусовый ни разу а я воспринимаю этот парфюм как летний солнечный веселый энергичный и цитрусовый это игры моего сознания игры моего носомозга вот я ничего не могу с собой поделать я этот парфюм слышу так я считаю что этот парфюм шедевр я не считаю что он звучит как-то ретро во старомодных также как абсолютно не может звучать 4711 ретро во поэтому я его ношу и я кстати его купил за очень маленькие деньги в самом начале своего парфюмерного увлечения на сайте рандеву я пользуюсь вообще сто лет сто лет второй парфюм который тоже строго говоря не совсем цитрусовый это сальвадор долин это оцелот и это четырнадцатый год артемизия мандарин мандарин здесь есть хотя бы османтус бобы тонко роза жасмин бензоин ладан и пачули ну хорошо у меня на руке парфюм есть вы знаете для меня это летняя цитрусово-фруктовая шипучка я слышу чувствую здесь вот эти пузырики и ладан и пачули не воспринимаются мною здесь как что-то тяжеловесное что как что-то темное до традиционно нам кажется что эти ноты отвечают за какой-то вечерний выход или за какие-то философские разглагольствование ничего подобного вот для меня это фруктовая цитрусовая история с шипочками с чем-то что покалывает небо да когда вот мы пьем лимонад прекрасный шедевральный парфюм я здесь кстати слышу и персик и даже какие-то грушевые иногда переливы ну в общем причем цена он пропал конечно из продажи но если вы увидите цена на него как правило не очень большая красивейший флакончик в нас под настроение очень хорошо и здесь наверное вот то что я достала вот эти два парфюма отчасти как раз перекликается с тем что мне хочется носить до не цитрусы но как бы цитрусы при этом шипровые парфюмы парфюмы с богатейшей пирамидой с очень интересной базой которую слышно слышно следующий парфюм тоже знаете ли ветеран ветеран чип-н-шик ай лав лав и это это был кстати фаворит моего прошлого года вот за прошлый год я вот 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 да вот что я сделала для меня это цитрусовый ливень при этом цитрусовые и ягодные вот если вам хочется к цитрусам добавить ягод то грейпфрут апельсин лимон и красная смородина которые здесь очень слышимо и чем жарче становится тем более слышны ягоды сахарный тростник камыш ландыш чайная роза корица я розу здесь не слышу мускус кедры древесные ноты и в меру колючие и в меру бодрящие в меру сладкий и меру шершавенький есть какие-то парфюмы которые не теряют актуальности но потому что когда нам жарко мы ориентируемся на то что нам поможет справиться с жарой мы меньше всего ориентируемся то что модно что пафосно что вам рекомендуют блогеры вы сами к себе прислушивайтесь если вам нужно освежиться при этом чтобы это было еще такой вот и ягодный фреш а не только цитрусовый вот прекрасная абсолютно абсолютно следующий парфюм который ну приготовил мне некоторые сюрпризы это orange beaters джо малон это подарок и парфюм который был для меня абсолютно понятен который мне нравился который я тем не менее использовал очень редко потому что он нестойкий и он мне казался немножко плоским потому что потому что там старте горький апельсин и собственно вот горький апельсин я там и слышала это что-то холодное что-то горькое все пожалуй пирамиду я никогда не рассматривала не вчитывалась я слышал этот парфюм ровно так слышала недолго базы фактически никакой не оставалось на мне в этом году в какой-то момент именно тогда когда мне захотелось освежиться я подошла к этому парфюму нанесла его на себя уже приготовилась вот к этому ледяному потоку горькому и понимаю что что-то здесь не так слышу его как-то иначе я сначала честно говоря напряглась потому что я не услышала того что мне было нужно я не ждала глубины она появилась я не ждала раскрытия раскрытие случилось я пошла читать пирамиду и что-то меня вот прям сильно стала смущать об этом парфюме я не могла понять что там еще амбра сандал апельсин мандарин цитрусы все так все так муки окей и потом я понимаю что это а друзья это чернослив парфюм простоял у меня сколько полтора года наверное а олечка когда когда случилась моя встреча с этим парфюмом вдруг внезапно откуда ни возьмись появился чернослив который этот парфюм для меня представил совсем в ином свете мне это совершенно другая история история для меня теперь еще более интересная там появилась какая-то сладость сладость именно вот которая перетекает из цитрусов чернослив короче говоря тоже с чем я буду этим летом того лета осталось правда мало но буду еще разнашивать буду еще знакомиться буду себя к этому парфюму приспосаблюсь парфюм к себе приспосабливать в общем какая-то история новая для меня так две поливашки одна из них не совсем цитрусовая вторая цитрусовая такой подборка цитрусовых парфюмов которые вовсе и не цитрусовый и это правда флёрд оранж и правда мандарин парфюмы которые я смешиваю потому что они даже не двоюрные братья они родные братья и родные сестры даже не буду там посмотреть вот в своем в своих этих самых шпаргалках пирамиду а скажу вам так это апельсин мандарин флёрд оранж и не роли а здесь во флёрд оранжи это не роли флёрд оранж турбе тубероза и жасмин на фрагрантики что там еще бы написано неважно друзья я скажем так снисходительно отношусь к этой линейки я от этой линейки ничего особенного не жду я от этих парфюмов не жду какой-то какого-то божественного раскрытия каких-то невероятных ощущений каких-то неземных эмоций мне просто нравится поливаться этими парфюмами и друзья я этим вот поливаюсь при этом зависимости от настроения чего мне хочется больше цитрусов либо цветов я того наношу больше например делаю цитрусовую базу а цветочки потом сверху через 15-20 минут или наоборот как душа пожелать на правую руку одно на левую руку другое они у меня по отдельности почему-то не очень идут мне ну мне скучно по отдельности их использовать а вот так вот плеваться и миксовать очень очень хорошо я понимаю что функционал этих водичек именно таков подарить настроение освежить да и все пожалуй и все предпоследний парфюм это эрмес это грейпфрут и роза опять же водичка такая освежающая поливательная это самый настоящий грейпфрут с этими белыми и горькими прожилками очень мне нравится старт очень мне нравится начало мы понимаем что там внутри грейпфрут сладенький да ну вот это вот горчинка и от нее не нужно избавляться потому что она придает парфюму пикантность а там за грейпфрутом где-то прячется розочка она очень юная она очень такая легкомысленная она очень ветреная она смягчает этот парфюм парфюм который дарит настроение водичка которая освежает они все про это они все проект и они все вот этим хороши цвет бодрит водичка бодрит грейпфрут прекрасен жару вот друзья и наверное нужно показать почему-то отдельно стою и друзья самый мой любимый как раз тот который я наношу с утра это те цитрусы которые я ношу с утра и днем и вечером это арансия дикапри это аква дипарма я когда готовила видео я достала флакон и я зависла я стояла несколько минут смотрела на синее стекло смотрела в окно через это синее стекло казалось что если посмотришь через красивый флакон то мир за окном будет другой и так арансия дикаприя сейчас так арансия дикаприя 99 аж года неужели апельсин сицилийский мандарин бергамот лимон петит грейн кардамон и в базе карамель и мускус парфюм который не перестает меня удивлять во первых это те цитрусы которые я на себе слышу весь день ношу в самую жаркую погоду и парфюм который дарит мне ощущение который мне не обещает пирамида очевидно вот это карамель и мускус и кардамон и что-то еще превращаются через это три часа во что-то бело цветочное и кремовое то есть безусловно это цитрусовый парфюм но потом ваза вот потом финал для меня абсолютно бело цветочный это так удивительно это так красиво звучит друзья что конечно это абсолютно мой лидер абсолютная моя цитрусовая любовь который я пользуюсь с большим удовольствием друзья ну вот я показала вам свои цитрусы свои цитрусовые парфюмы топ сколько-то там это не все цитрусы которые я люблю это не все цитрусы которые стоят у меня в парфюмерном шкафу но это те парфюмы которыми я пользуюсь тем не менее рассказывайте как у вас цитрусами я знаю что я не одна такая которая сейчас с утра заряжается шипрами старой школой и так далее громким чем-то я одна но может быть среди вас есть люди которые с утра до вечера сейчас пользуются цитрусовыми парфюмами расскажите какими сколько пшиков пшиков то сколько на сколько хватает носите может быть с собой отливанты постоянно добавляете отливанты это конечно вещь нужная особенно в нашем хозяйстве вот друзья я с вами прощаюсь я традиционно говорю вам берегите себя пожалуйста вы важнее чем парфюмы ваша жизнь ваше здоровье а мы увидимся с вами в следующем видео я надеюсь друзья что продолжение следует